США эвакуировали своего шпиона из России полиция и спецслужбы силовые структуры Американским агентом мог оказаться бесследно пропавший высокопоставленный чиновник 1.1 О секретной операции сообщили источники в администрации Дональда Трампа в понедельник, 9 сентября Источники в администрации американского президента Дональда Трампа сообщили CNN о ранее неизвестной секретной миссии, которая была завершена в 2017 году По данным анонимных сотрудников администрации, США эвакуировали из России своего главного шпиона Сразу после того, как Трамп принял в овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка Который на тот момент занимал должность посла России в США По данным CNN, речь шла об источнике наивысшего уровня в российском руководстве А решение эвакуировать его из России якобы было принято в связи с опасениями, что американский лидер и некоторые сотрудники его администрации могли способствовать разоблачению ценного агента Фото 2.2 Вашингтон лишился наиболее ценного агента в России, как пишет CNN На той встрече в овальном кабинете Трамп, Лавров и Кисляк обсудили ситуацию в Сирии и разведданные, касающиеся их, запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» При этом Трамп якобы раскрыл российским коллегам секретные сведения, предоставленные Израилем Они были столь важны и секретны, что, как пишут источники газеты Washington Post, американские спецслужбы не разглашали их в полном объеме даже союзникам Кроме того, спустя несколько месяцев президент США провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, после чего забрал записи переводчика, также вызвав подозрения у сотрудников разведки В CNN указали, что США остались без одного из своих ключевых источников информации о работе Кремлевской администрации и планах российского руководства Собеседник издания в американской разведке подчеркнул, что разработка аналогичного суперагента займет много времени, так как в России крайне высокие требования к безопасности Детали эвакуации шпиона, его личность и данные о его теперешнем местонахождении в материале CNN указаны не были Фото Министерства иностранных дел Российской Федерации AP-33 американским суперагентом мог быть высокопоставленный чиновник несмотря на то, что никаких подтвержденных данных о личности главного американского шпиона на данный момент нет Под историю его экстренной эвакуации, описанной источниками в администрации Трампа, подходит исчезновение сотрудника аппарата президента Олега Смоленкова В сентябре 2017 года издание Daily Storm сообщало, что Смоленков, его супруга и трое детей отправились в отпуск в Черногорию и бесследно исчезли По данным источника издания, в связи с исчезновением Смоленкова 6 сентября было возбуждено уголовное дело 105 УК РФ, убийство По информации Daily Storm Смоленков за время своей карьеры в госорганах работал секретарем в посольстве США в Вашингтоне, в аппарате правительства России А в 2010 году указом президента Дмитрия Медведева ему был присвоен чин государственного советника РФ третьего класса Как установило следствие, 14 июня 2017 года семья покинула свою квартиру в доме на Каргопольской улице в Москве Вместе с Олегом Смоленковым в Черногорию отправилась его супруга Антонина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком По информации источника, она также являлась госслужащей и работала в аппарате правительства России С собой за границу Смоленковы взяли троих детей, дочерей двух и семилет и тринадцатилетнего сына, который был прописан с ними по одному адресу в Москве 4.4. Исчезнувший чиновник мог передать ЦРУ тысячи секретных документов По данным ленты.ру, Олег Смоленков действительно выехал с женой и тремя детьми в отпуск Якобы в Черногорию его хватились только после того, как он без объяснения причин не вышел на работу в июле 2017 года Смоленков действительно занимал высокий пост, но не в управлении делами президента, как сообщалось вскоре после его исчезновения Любопытно то, что звание государственного советника юстиции три класса соответствует воинскому званию генерал-майора Смоленкову присваивалось дважды 24 декабря 2008 года как главному советнику, причем без указания департамента, в котором тот проходил службу И 4 февраля 2010 года как референту департамента военно-промышленной комиссии правительства Российской Федерации Комиссия реализует государственную политику в сфере оборонно-промышленного комплекса Военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности В сентябре 2017 года, после появления первой и единственной информации о возбуждении уголовного дела в связи с исчезновением Смоленкова Все официальные лица от комментариев отказались Однако источники ленты.ру в правоохранительных органах сообщили, что расследование ведется не по статье 105 УК РФ «Убийство», а по другой «Но», по какой именно, уточнят не стали и рекомендовали не углубляться в тему Дональд Трамп фото 5.5 в МИД России данные об эвакуации американского шпиона назвали паранойей вскоре после публикации CNN Высокопоставленный чиновник МИД России назвал ее бредом По его словам, комментировать информацию об очень ценном агенте сложно Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреду CNN Еще не придумывала, пояснил чиновник, пожелавший сохранить анонимность Он подчеркнул, что опубликованная информация о чистой воды паранойя Игорь Надеждин Владимир Шарапов Продолжение следует...